Друзья, всех приветствую в новом видео. Сегодня тема нашего разговора — это лечебные изолирующие прокладки. На самом деле тема достаточно простая, понятная. На сегодняшний день врачи постоянно дискутируют друг с другом. Кто-то накладывает лечебные прокладки, кто-то считает, что они уже неэффективны, и адгезивный протокол более предпочтителен. Но для студентов всё равно... вся информация, которая будет представлена в видео, будет полезной. Лечебные прокладки, да и вообще прокладки — это слой пломбировочного материала, который располагается между пломбой и дном кориозной полости. Лечебные прокладки применяются, когда в пульпе происходят ещё обратимые изменения, и их делят на три группы — адантотропные, комбинированные и противовоспалительные. Адантотропные лечебные прокладки. В их состав входит гидрокискальция. Это сильная щелочная среда, PH12. Накладываются эти лечебные прокладки точечно, обязательно с изолирующей прокладкой, и обладают противомикробным действием, адантотропным. Адантотропное действие характеризуется тем, что происходит раздражение, и за счёт этого раздражения происходит формирование заместительного дентина, ну и также противовоспалительный эффект. Важно сказать, что под действием кислорода происходит инактивация гидроокиси, поэтому нужно быть очень внимательным. Из препаратов кальцимол, кальцитат, ну в принципе по названию достаточно просто определить, есть в составе кальций или нет. Также у нас есть противовоспалительные. К ним относятся цинк, оксид, эвгенольные цементы, ферменты, антисептики. Они накладываются на короткий срок, замешиваются непосредственно перед употреблением и закрывают всё дно кориозной полости. Комбинированные. Здесь можно сказать про пульпомиксин. Также оказывают адентотропное, противовоспалительное и антимикробное действие. На самом деле не так важно запомнить вот эту классификацию, как просто понять вот эти три функции, которые выполняют вообще лечебные прокладки. А название препаратов вы запомните, если будете с ними работать. Это не так важно. Как накладывать? У нас есть эмаль, дентин и пульпозуба. И здесь мы видим лечебная прокладка, она зелёненькая. И сверху накладывается изолирующая прокладка. Есть две классификации, которые в принципе и можно объединить в одну. То есть по отношению к пульпе лечебная прокладка, она либо непрямого покрытия, то есть когда нету сообщения с пульповой камерой, и прямое покрытие, когда у нас есть рок-пульпы, и здесь у нас есть сообщение. И по локализации, либо по всему дну, или точечно. Если объединить две эти классификации, то на первой картинке у нас непрямое покрытие по всему дну, на второй картинке у нас прямое покрытие по всему дну. На третьей картинке у нас точечное покрытие не прямое, потому что нет сообщений с пульповой камерой. И на четвертой картинке у нас получается точечное прямое. Далее мы рассмотрим изолирующие прокладки. Тут тоже все достаточно просто. Есть два типа изолирующих прокладок. Это базовая. Она более толстая. Ее размеры варьируются от 0,75 до 1 мм. И лайнерная. Она же тонкослойная. Ее размеры от 0,5 до 0,75 мм. Эти значения следует запомнить, потому что они очень часто попадаются в тестах. Когда у вас будет тема изолирующих прокладок, педагог будет спрашивать их размеры, поэтому лучше запоминайте. Базовая прокладка она изготавливается из стеклоиномерного цемента, фосфатного цемента и поликарбоксилатного цемента. Под амальгаму ее размеры тоже нужно знать под амальгаму какие размеры от 1 до 1,5 мм. Потому что очень часто бывает в тестах этот вопрос. И под композит это уже сэндвич техника. Сейчас мы рассмотрим более подробно, что такое сэндвич техника. Сэндвич техника это по сути послойное наложение. У нас есть сидс. Сэндвич техника используется базовая прокладка, то есть она толстая. И есть композит. И сэндвич техника бывает двух типов. Есть закрытый сэндвич, когда стеклоиномерный цемент не сообщается с полостью зуба. То есть первая картинка. И сэндвич техника открытый сэндвич, когда сидс сообщается с полостью зуба. То есть у нас вот этой стенки ее как бы нет. Тогда это уже считается открытый сэндвич. Лайнерные прокладки, они тонкие. То есть линия, все понятно. Изготавливают их из стеклоиномерного цемента, цинкфосфатного, поликарбоксилатного цемента. Также есть изолирующие лаки, но на самом деле я вот их давно уже не встречал. И кто-то относит адгезивные системы то есть тоже к изолирующим прокладкам. В учебниках вы можете встретить, что именно адгезивные системы относят к изолирующим прокладкам. В принципе, про изолирующие прокладки и лечебные прокладки не так много информации, которой нужно знать. Нужно знать, что есть базовая лайнерная и лечебная, что они делятся на адонтотропные, противовоспалительные и комбинированные. И они выполняют противомикробную, противовоспалительную, адонтотропную функцию. В принципе, это все, что нужно знать. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось видео, вы можете поставить лайк, подписаться на канал. В дальнейшем я буду снимать еще больше видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok